Всем привет! Нашли вы, конечно, меня работенку. Рисовать Рока Ли и Кару в одном рисунке весьма тяжело, и так рисовать я не люблю. Но раз уж попросили, и в целом было много лайков, почему бы и нет. Формат А5 в окнот, и... Тяжелость такого рисования в том, что, типа, ориентироваться в пространстве весьма тяжело. Рисуем теперь вот такой глаз, похож на листок, и делаем его больше, поскольку у Гара такие тени. Поскольку он не спит, если он будет спать, то Шукаку у него просыпается, да. Поэтому у него такие вот большие строчки и большие тени под глазами. Рисуем детали. Это уж получится верхние веки. И еще треск от песка, который находился на его лице на тот момент. В этом моменте у вас не должно появляться проблем, да. Ну, не должно вообще быть проблем. Проблем возникнут, когда рисуют Рока Ли, ну, либо детализируем Гару, это самое тяжелое. На глазах в основном проблем у многих не возникает. Зрачок. И... Вены на глазах. Хаотично. Без какого-либо... Без какой-либо прогрессии закона, рисуем просто хаотично, в любом порядке. После чего спускаемся на нос и рисуем зубы. Нос находится на том же состоянии, как и глаза. Можно просто взять, вот так вот спустить с глаз на нос. И рот. Улыбка. Идет до зрачка. Поднимаемся здесь. И идем К зрачку. И получается Не зрачок, это начало глаза получается. И вот мы рисуем зубы. Детализация мне Гару понравилась. Представила мы рисовать Гару понравилась, но вот именно проблема в виде по рисованию Рока Ли. Ошибка допущена в челюсти. Из-за чего я очень сильно расстроился, но в целом пришлось нарисовать второй раз. Пришлось. Пришлось. В этот раз у меня не получилось справить ошибку. Пришлось рисовать второй раз. Красим. Теперь будем детализировать. Будем рисовать Весок, который падает с его лица. И который будет на его шее. И очень тяжело будет рисовать в Гаре. Это его иероглиф. Роза или любовь. Любовь, если не ошибаюсь. Тут тоже нет особого порядка рисовать эти трещины. Они должны быть хаотичными. Мне кажется, за этим моментом можно немножко ускорить. Я так и сделаю. Не вышло и ускорить, потому что я уже заканчиваю, кажется, вот здесь. И рисуем вот эту вот. Нижнюю часть века. Просто линии, потом делаем нижнюю линию. Понимаете, делаем узор на 3D. Просто рисуем первую линию, потом под ней еще меньше. Линию рисуем. И переходим к челюсти. Мы сделали там одну деталь, которая идет прямо под глазами, да? И ориентироваться к челюсти будет легче. Она так изогнута и идет вверх. Если я рисовал с ушей вниз, то в этот раз мне пришлось реализовать наоборот. С нижней части наверх. И тут как бы формально есть деталь. Тоже песок. 3D. Рисуем его. Детализируем по максимуму, чтобы было красиво. Там есть еще даже есть такие детали, что типа вот песок, который... Чис... Чис-чис-чи-цы. Песка. Что-то с моим языком сегодня. Проблемы. И синяки от ударов, которые он получил в первый раз в своей жизни. Самый лучший бой в первом сезоне Наруто. Да, в целом. Один из лучших боев в аниме Наруто. Все же уровень этого боя великолепен. Я не знаю, что слышали мой голос, потому что я говорю тихо и громко. Надеюсь, что он слышен. И не будет проблем, как с нацу получились. Голос, который я написал, просто залетел. И звука там, как с ней было. Я не знал. Потом узнал. И был удивлен. Надеюсь, в этом случае так не получится. Рисуем волосы. В центре оставляем место для тату. И рисуем уши. Уши тоже под песком. Очень много деталей в этом каре. Просто очень их много. Что, ну, типа, ну не особо хорошо. Ну, и в целом неплохо. Большинство времени я рисую на его около 12 минут и рисую на Кагару. Я сейчас ускорю момент рисования. Не сейчас, а потом я ускорю момент рисования тату, потому что, ну, его рисовать я не могу в этом обучить. Надеюсь, вы с этим согласны. И рисуем шею. Таким образом, она непрямая. Поскольку там тоже песок. Отваливающийся песок. Это его броня. Второй слой брони. После его защиты. И его фаза с песком. Хм. Что же я тут делаю? Я не знаю. Сейчас будем рисовать фазу. И получается почти все. Осталось уши, фаза и тату. Любовь. Дорисовываем уши, дорисовываем волосы. Уши тут вверх, вниз. Ну, и такую нестандартную форму, как и внук все ухо. Форма уха. И закрываем это тоже хаотично, такими линиями. Задаю еще у Лизы, что это песок. И волосы. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Поднимаемся, спускаемся. Поднимаемся, спускаемся. Очень понравилось, как Ару мне получилось нарисовать просто ноут. Вах. Один из лучших рисунков я читаю. Хотя ей удостоилось очень мало количеств просмотров. Но очень красно мне понравилось. Проведем детали несколько, улучшим, да? Потом перейдем к кувшину. И потом рисовать будем рок-али. Рок-али рисовать я почему-то... Вот с первого раза мне никогда не получилось нарисовать рок-али. Поставим какие-то проблемы, поставим какие-то вещи, которые мне не нравятся. Я уже пробовал рисовать несколько раз, но не выходит. Вообще, странно, плохо. И как бы, ну, не ахти. Нужно исправляться. Переходим к кувшину. Тату, ускоряем. Надеюсь, не обижитесь на то, что я ускорил. Потому что она это долгая, и объяснить мне не получится. Целую минуту я рисовал вот эту вот вещь под названием «Любовь». Я по-корейскому, но на японском. Я не знаю, как-то я по-корейскому. Но мне кажется, это китайский рок-лиф. А может, и нет. А может, и да. Возможно, японский рок-лиф, я не знаю. Я по-корейскому, но на японском. Скида, скида. На японском. Скида. Видите, знание языков. Великолепно. И рисунок кувшин. Тум, просто ковал. И готовься, да и стречни тоже. Тоже хаотично. Верхняя часть. Закрываем крышку. Все. Есть контакты. И начинаем рисовать рок-лиф. Вот класса Гары. Путь море делится на него. Идем прямо. И спускаемся вниз немножко. Это точка брови, получается, у рок-лиф. Спускаемся вниз. И рисуем такую вот линию. Понимаем, что это круг, который идет вот так вот, круг. И вот тут вот, как бы, есть вот такая глиня, это девиеная часть века. И рисуем вторую часть круга. После чего берем и соединяем все это брови, большой брови такой. И потом красим, делаем глаз больше. Добавляем детали век, нервов нескольких и морщи. И все. Лицо готово. Потом нос, который находится прямо на той же точке, что и Гары. И рот, который точно начинается оттуда же. Но у рок-лиф он больше немножко. Все. Таймлапс. Ну, сейчас, 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 я, сейчас. Типа мой момент. Сейчас, сейчас он должен быть, сейчас он будет, наверное. Ну, давай. Ну, давай, еще таймлапс, ускоряемся. Ну, давай, братан. Я знаю, ты можешь. Ой, сейчас. Сейчас, секунду. Ускоряемся, все. Молодец. Вот. Молодец. Ускорился. Сейчас, почти, вовремя, еще. И нарисуем детали. Детали, детали, детали детализируем, чтобы тоже был красивый. Как и Гарагас. Ну, рок-лиф был быстрее, но краска тоже. Ушло время на это тоже, за это тоже учитывать. И нос. Нет. Срава. Как же без них? У нас точно такой же, как у Гары. Стоя опытом. Ну, вот, типа, точь-точь. Один в день. В одном и то же месте. Хотя так, вынос. И длинный рот. Больше, чем у Гары. Хотя и тоже у калазаричков. Но он больше. Раза в полтора. Соединяем. И он, как бы, у середины глаз оканчивается. Спускается вниз и соединяется тоже, точь-то, как у Гары. Долго. Долго-долго-долго-долго. Потом рисуем зуб. Рукли без зубов. Это не рукли. Это дедушка. И говорю тихо, весьма тихо, что мне не нравится. И приходится говорить прямо в микрофон. Поэтому, возможно, слышится мое дыхание. Это плохо. Ну, я не знаю, хорошо ли или плохо. Скажем, что это хорошо. Я дышу. Или сын зуб. Мне не нравится то, что Руколи сливают в Паруту и в Наруто ураганных хрониках. Тоже его сливают. Мне это, как бы, типа, ну, вообще не нравится. Персонаж, которого влюбились многое поколение. Так бездарно слить. Это нужно уметь. Это нужно реально уметь. Как бы, ты понимаешь, что он дрался с самым сильным персонажем первого сезона. И, как бы, был почти на равных. Как бы, ну, типа, ну, как? Из-за того, что у него там вот этот вот кувшин сломался. Я проиграл. Так, тут я ускорился, потому что, ну, там я уже на газете делал в этот момент. И пришел зарисовать второй раз. Это в секонд парт. Вы можете иметь это, потому что Руколи глаза стали больше. И той линии, которая там была, исчезла. Это я нарисовал второй раз. Ошибка была опущена именно в размере челюсти. Я ее сделал слишком большой. Учел. Он должен быть очень близко к глазам. Как можно заметить, очень близко к глазам находится. И вот так вот к зубам он соединяется почти. И вот так вот везет вверх. Так, близко к глазам я сделал слишком далеко от глаз. И получилось слишком так-то расплывчато, размыто слишком. Такая вот проблема. Так вот продолжу общение про Руколи и того, как его бездарно сливают. Бесят. Бе-сят. Ну вот кто помнит его драку, в втором сезоне их нет, их не было. Его слили. Есть драки типа, ну типа какие-то там, как бы сказать, какие драки есть там. Там есть драки типа Саски Данзо, Саски Дейдара. Типа, ну вот эти вот, которые, ну типа классные с этой стороны, но все же, ну так себе. Так себе. Ну, на уровень Гара и Руколи, это просто не тянет, это не тянет Танзо. Ну и этот вообще не тянет, это вообще дно. Типа, ну что за фигня? Я ожидал лучшего, а там фигня какая-то получилась. Что дальше? Слушай, Гамару разыгрывает хорошо в Ураганных Хрониках, но вот в Руколи. Что так его нужно сливать-то? Что он там сделал? Вот этот. Не понимаю вообще. А ворота вообще, типа, ну легенду Гамнохи. Так сильно опускать. Это вообще как? Легенда, которая может сравниться со многими вообще. Должен рвать всех. Всех должен рвать. Нет, нет, не рвет. Как так? Как так? Он по силам равен Гаю. Он наверняка умеет прервать 8 врат на бочеку. На это наплевали? Типа 8 врат это момент, когда он сравнил. Со всеми какими-то, когда же сильнее всех их. Сравним с отчетским Атарой. Что, ну, типа, ну, типа, не хухры-мухры. А он может скрывать 7 врат. 7 врат. Конечно, по силам лежать нужно, но все же 7 врат это немало. 7 врат это иссяк как покатка против... Кисамо. Типа, ну, понимаешь, понимаешь? Он единственный персонаж, который может драться с народом на равных. Единственный должен быть. Ну, нет, ни хрена. Нет. Как так? Почему так? Не понимаю. Не понимаю. Кишимот, о чем ты думаешь? О чем ты вообще думаешь? Я не понимаю. Ты не имеешь права так сливать его. Все фанеры укрепить, типа, блядь. Не в жопу. Кишимот. Да, согласен. Ну и вот, мы нарисовали уши и уже волосы. И теперь рисуем плечи. Мы уже заканчиваем цитуре, так что... Всем спасибо за просмотр. Всем хороших новогодних настроений. И всем хорошего Нового года. Кстати, Новый год, если что. 22-й год, если вы не знали. Ну, так что... Всем удачи, всем пока, до скорой встречи. Bye-bye. Timelapse.